А сейчас моя коллега коротко расскажет о других новостях этого дня. Движение пассажирских составов по железной дороге на Сахалине полностью восстановлено после затяжной метели. 24 и 25 января на острове отменили все поезда пригородного и дальнего следования. Чтобы скорее возобновить работу транспортного сообщения, более 150 работников РЖД вели круглосуточную расчистку путей. Также было задействовано 17 снегоуборочных и снегоочистительных машин. Движения на пригородных направлениях начали открывать в воскресенье. И сейчас расписание полностью вернулось к привычному графику. За нарушение ПДД в 2023 году сахалинцы оплатили штрафов на сумму 87 миллионов рублей. В основном это административные взыскания за несоблюдение правил на дороге, превышение скорости, проезд на запрещающие сигналы. Всего около 35 миллионов рублей. За вождение в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования сахалинцев взыскали 22 миллиона. Сахалинская детская библиотека переезжает в новое здание. Раньше она располагалась в приспособленном помещении многоквартирного дома. Теперь для юных островитян будут доступны 2000 квадратных метров, которые вместят читательские залы для детей и подростков. Также там появится центр краеведения и актовый зал на 100 человек. Торжественное открытие состоится 20 февраля по адресу Проспект Мира, 244. Из-за переезда в библиотеки временно приостановили обслуживание читателей. Сахалин примет чемпионат России по сноуборду среди глухих. Соревнования пройдут с 17 по 19 февраля в областной столице. Спортсменов ждет три дисциплины. Это параллельный с лалом и параллельный с лалом гигант. Они пройдут на горном воздухе. Заезды в сноубордкроссе проведут на склонах горы Парковой. На данный момент уже есть заявки от спортсменов из пяти областей.